Всем привет, с вами как всегда Аня. И сегодня я продолжаю серию видео, где я что-то делаю своими руками с помощью творческих наборов от компании Азбука Тойз. И сегодня мы с вами посмотрим и сделаем анбоксинг вот такого вот прекрасного творческого набора и он называется сумочка из фетра. Самые мои преданные зрители, которые смотрят меня очень давно, знают то, что я уже для вас делала обзор на сумочку из фетра. Напишите в комментариях, смотрели ли вы этот обзор, мне будет очень интересно почитать. Но для того, чтобы мы с вами смогли создать именно эту сумочку, нужен совсем другой принцип. Ну что ж, ребята, я хочу поскорее рассмотреть коробку, но прежде чем это сделать, давайте я сниму с нее пленку. Сама коробка очень яркая и, конечно же, присутствует логотип игр наборов для творчества, логотип компании Азбука Тойз и написано сумочка из фетра сделай сам. Высота сумочки 14 сантиметров, но мы это с вами потом проверим. И изображена девочка, которая держит в руках эту сумочку. И написано, что же входит в набор. Это детали сумочки из фетра, клей, пистолет, термоклей и инструкция. С обратной стороны присутствует логотип компании Азбука Тойз и логотип игр наборов для творчества. И написано, наборы для творчества это великолепный способ организации досуга, волшебные инструменты мы спрятали внутри. Окунись в мир фантазии, сделай открытие. И тут изображена небольшая головоломка. И, кстати, ребята, я впервые вижу, чтобы на коробках с играми делали еще дополнительно какие-то головоломки. Мне кажется, это очень прикольным и классным дополнением. И давайте же я поскорее открою этот творческий набор. Вот таким вот образом у нас скрывается коробка. И давайте все оттуда достанем. Первое это вот такой вот клеевой пистолет. И вот такой вот пакетик с деталями для сумочки из фетра. Их здесь очень много. Присутствует вот такой вот термоклей для самого пистолета. И вот такая вот инструкция. Я отложу коробку, потому что она нам больше не понадобится. И теперь рассмотрим инструкцию. Во-первых, конечно же, присутствует название самого набора сумочка из фетра. И написано. Подделки из фетра своими руками это занимательное, интересное и развивающее занятие. Создать замечательную сумочку из фетра с помощью нашего набора. Внимание, непредназначенные детей, младшие от 3 лет. А, ну это не важно, мне уже 11. Можно. Правила работы с набором. Для работы с набором приготовьте здесь хорошо освещенное, удобное рабочее место. Остречение у меня в комнате хорошее, ну и мне здесь довольно удобно. Накройте стол газетой или клеенкой, уберите все лишнее. Давайте, как раз я это сейчас сделаю. И как вы видите, я уже к этому заранее подготовилась и сделала подложку. Далее, подготовьте кусочек плотной бумаги или картона для подкладывания подносик термоклеевого пистолета. Позже я это все приготовлю. Итак, первое, разложите все детали перед собой. Давайте это сейчас сделаем. Хочу сказать то, что сам фетр здесь очень приятный на ощупь. Вот так вот давайте я разложу. Смотрим дальше. Возьмите одну основу для сумочки и разместите на ней все детали и сопутствующие аксессуары. Смотрите изображение на коробке. Тем самым подготовив детали для склейки. Все-таки, ребята, коробка нам пригодится. Слава богу, я ее далеко не убирала. Я поставлю вот таким вот образом коробку, чтобы и мне, и вам было все хорошо видно. Возьмем основу. Это вот такой вот большой белый кусок фетра в форме курочки. Очень прикольненько. И сверху нам говорят пока что разложить все наши детали. Давайте это сейчас сделаем. Хочу заметить то, что здесь очень много маленьких деталей. Ну что, ребята, мне кажется, что я все сейчас поставила на свои места. И смотрим дальше инструкцию. Установите клеевой стержень в термоклеевой пистолет и движением курка. Сдавите его вперед до легкого упора. Включите клеевой пистолет в электрическую сеть. Сейчас я на секундочку прервусь и потом продолжу запись. Итак, ребята, я поставил наш клеевой пистолет в розетку, чтобы клей начал разогреваться. И по инструкции написано то, что это займет 8 или 10 минут. И я сейчас все это промотаю, потому что этот процесс не особо интересный. Ребята, наш клей-пистолет разогрелся до нужной температуры. И давайте я начну все клеить. Я начну с более мелких деталей. И прикреплю вот такой вот розовый цветочек к травке зеленой. Давайте я сейчас это сделаю. Нужно обращаться с клеем-пистолетом очень осторожно, потому что клей там очень горячий. Ребят, я прикрепила нашу первую детальку. Скажу сразу то, что я в первый раз пользуюсь клеевым пистолетом. И для меня это очень необычное ощущение. И давайте продолжим все клеить. И вот таким вот образом я буду продолжать работать. И сейчас весь этот процесс я ускорю. И, ребята, лицевая сторона нашей сумочки уже готова. Во-первых, ребята, работа с клеевым пистолетом мне очень понравилась. И клей очень быстро засыхает. Это удобно, не приходится долго ждать. Ну, а теперь я продолжу работу и начну совмещать эту часть с задней стороны, а потом уже и с ручкой. Продолжим. И вот такая сумочка у нас уже вместе с вами получается. Осталось прикрепить только ручку. Давайте я это сделаю. И, ребята, вот такая вот прекрасная сумочка у меня вместе с вами получилась. Работать вместе с клеем пистолетом мне очень понравилось. Это очень удобно и быстро. Сама же сумочка получилась очень классная, приятная на ощупь. И в ней я обязательно буду что-то хранить. Если вам эта сумочка тоже понравилась, то обязательно напишите об этом в комментариях и поставьте лайк под этим видео. Ну, что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была, как всегда, Аня. Всего до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok